Как утверждают власти Казахстана, они не содержат решения о направлении войск Республики Казахстан в зону конфликта. Так ли это, узнаем у политолога Димаша Альжанова. Димаш, здравствуйте. Доброе утро. Начнем с борьбы за казахстанский уран между Москвой и Пекином. Знаете, я вот как-то подумал, ну, да, Си Цзиньпин не едет в Москву, российские функционеры в лице Медведева, Мишустина. Едут в Китай, все это обволакивается неким флером дружбы. Во всяком случае, это активно транслирует российская пропаганда. Но так ли это? Получается, что дружбы нет? Ну, есть определенное соперничество касательно ресурсов. Оно всегда присутствовало. Но здесь надо уточнить, что сейчас Россия все-таки доминирует на рынке добычи урана, если исходить из тех иностранных компаний, которые представлены. И также частично представлен Китай. Россия нарастила свое присутствие уже давно. На последние, по-моему, 10-15 лет этот процесс происходит. И в этой связи у них нет такого прям прямого сотрудничества. Но понятно, что если в дальнейшем Россия будет под санкции российской промышленность полного обогащения или производство формирования цикла ядерного топлива будет как-то поставлено под удар, то Китай – это та страна, которая может зайти на рынок Казахстана. Во-вторых, не забывайте о том, что сейчас Казахстан все еще рассматривает вопрос строительства атомной электростанции. И если у России дела не заладятся, то одним из операторов этого проекта может быть Китай. А что предлагают Пекин и Москва, Казахстану и чего ждут взамен? Это, конечно же, вопрос обеспечения безопасности – один из ключевых. Россия всегда помогала авторитарным странам Центральной Азии. Будучи членом САБЕЗа, будучи одной из стран, которая доминирует в межправительственных организациях, сейчас эту роль, возможно, может постепенно занимать Китай. Ввиду изоляции России, ввиду ее неспособности больше проецировать свою силу. И Казахстан – одна из стран, которая идет на торг с Китаем. То есть последний саммит, который был в Китае, он показывает, что сейчас Китай заходит более активно на рынок Казахстана. Это совместные различные проекты, которые были подписаны в транспортно-логистической сфере, в строительстве отдельных электростанций в Казахстане. Поэтому присутствие Китая и обеспечение безопасности, прикрытие авторитарных режимов Центральной Азии, оно сопровождается и усилением Китая, присутствием в экономике стран Центральной Азии. Скажите, а можем мы в таком случае утверждать, что между Россией и Китаем растет противоречие во взаимодействии со странами Центральной Азии? Ну, сейчас явного противоречия нет. Все-таки традиционно Китай воспринимал Центральную Азию как регион, где присутствует Россия. Но, я думаю, этот баланс будет постепенно меняться. То есть в перспективе ближайших 10-15 лет, возможно, и 20 и более, Россия будет ослабевать экономически и политически. Поэтому, естественно, этот вакуум будет заполняться. Также мы видим, что страны Центральной Азии, особенно Казахстан, пытаются балансировать в этом узком коридоре. И помимо Китая, также еще и создает новые связи с Европой. То есть обязуется поставлять больше казахстанской нефти на европейский рынок. То есть это такая вот игра традиционная в баланс разных сил в регионе. А как думаете, может ли такая игра и борьба, в том числе за уран, рано или поздно перерасти в геополитический конфликт? Мне сложно пока представить. Ничего нельзя исключать, естественно. Определенное соперничество может усилиться. Но сейчас, на данный момент, этого не видно. Китай не так сильно пытался нарастить свое присутствие на рынке добычи урана. Китай получает, и вы знаете, в последнее время заключен контракт на поставку ресурсов в Китай для обеспечения атомных электростанций Китая. Поэтому здесь все стороны сейчас находят свои интересы и реализуют. А вот эти заявления российских экспертов, так называемых, о том, что Москва и Пекин могут разделить Казахстан по реке Эмби, просто из Москвы, из пропагандистских телеканалов уже неоднократно звучат какие-то выпады, которые фактически посягают на территориальную целостность Казахстана. Что это такое? Да, вы знаете, отношения России с ее даже стратегическими партнерами, они всегда устраивались с позиции силы и токсичности определенной. И люди, которые занимали даже официальные должности, иногда выказывали определенные сомнения в государственности и в реальной целостности Казахстана. Но на фоне этого все равно, видите, связи между режимами, они сохраняются. Последний саммит Евро-АЗС, обязательства и предложения Тукаева, которые были высказаны по расширению торговых маршрутов, которые помогают, по сути, России преодолевать санкционный режим, были им высказаны эти инициативы в контексте интересов России, как раз-таки они интересны в Казахстане, за что многие здесь критикуют Тукаева. Поэтому на фоне всех этих токсичных заявлений, все-таки вот эти связи между режимами сохраняются, к сожалению. И интеграционные процессы, связанные с Россией, они сохраняют свой темп. Да, вот это, знаете, оно не то чтобы удивляет, но сподвигает к неким вопросам, особенно учитывая опыт Украины во взаимоотношениях с Россией, и особенно учитывая то, что Россия в лице некоторых людей позволяла себе высказывать. Кстати, еще и задолго до 2014 года, что касается территориальной целостности Украины, и посягательства на нее, и мы все видим, к чему эти слова привели, что это не просто слова. Как думаете, у Тукаева есть понимание того, что вот эти вот заявления в студии у Соловьева, там, не знаю, у Скобеевой или в лице там Симоньян, кого-либо другого, что эти слова, они рано или поздно могут перестать быть словами? Я думаю, определенный дискомфорт правящие круги Казахстана испытывают, в связи с тем, что как Россия себя ведет на международной арене, являются, по сути, угрозой для суверенитета многих постсоветских стран. Но серьезной концепции, видения и политики в этом отношении нет. То есть, как контрмиры принимают решение сблизиться с Китаем. Если вы помните, Китай сразу сделал заявление, по-моему, перед Самарсканским форумом, о том, что он обеспечивает территориальную целостность и безопасность центрально-азетских стран. И вот это и есть те меры, которые предпринимаются правительством Казахстана. Политики по усилению действительно или отвоеванию собственного суверенитета, запрету российских каналов и выстраиванию сильной институциональной армии и иных институтов внутри страны, которые бы обеспечивали суверенитет Казахстана. К сожалению, политическое руководство Казахстана не мыслит этими категориями пока. Депутат Мажелиса Айгуль Куспан сообщила, что недавно одобренный проект ратификации трех соглашений по организации договора коллективной безопасности не содержит решения о направлении войск Республики Казахстан в зону конфликта. Что означают эти поправки? Вы знаете, первый раз они появились, по крайней мере, я их увидел официально после вторжения, активной фазы вторжения в Украину. Я так полагаю, эти поправки были специально инициированы Россией для Украины. То есть расчет, по всей видимости, был оккупировать часть территории, потом за счет ООН, СОБЕЗа или иных структур получить мандат на размещение контингента. И вот, согласно этим поправкам, руководящая, координирующая роль за контингентом по ДКБ должна была быть у России. И она через свою роль, ведущую в ДКБ, размещала бы так называемых миротворцев в Украине по линии разделения. Но, как видите, ситуация пошла совершенно в другом ключе. И сегодня, несмотря на то, что эти поправки одобрены и фактически закреплена координирующая роль России, есть большие сомнения о том, что вообще когда-либо будут размещаться под ее эгидой или координирующей роли войска УДКБ. Но, тем не менее, видите, Казахстан подписал, артифицировал эти поправки, и они теперь часть соглашения в рамках УДКБ. Послушайте, Димаш, я уточню, но неужели Россия собиралась оккупировать территорию Украины, либо ее часть, в том числе и под эгидой Организации Объединенных Наций? Вы знаете, я думаю, это была одна из возможностей, поскольку, когда вы оккупируете, необходимо создать ситуацию. То есть как это было с Донбассом, только теперь уже в формате такого замороженного конфликта и размещения именно не международного, в данном случае, контингента УДКБ, для того, чтобы зафиксировать эту линию. Я думаю, расчет был на это сделан изначально. То есть иного смысла в этих поправках нет. Хорошо, вот смотрите, все пошло не так, как рассчитывал Кремль, Путин, Россия. И что теперь? Ну поправки-то же уже внесены. По идее, по идее, Республика Казахстан, как член Организации Договора Коллективной Безопасности, ну в случае чего, она же должна придерживаться договоров, в том числе и тех поправок, которые внесены, или как? Когда дискуссия шла об этих поправках, даже, по-моему, было заявление со стороны президента о том, что только после решения ООН Казахстан готов размещать свой контингент за пределами страны. То есть был такого рода оговор. Но сейчас мы видим, сложно представить, чтобы со стороны Совбеза или ООН в целом было какое-то решение. То есть сама идея пойти на соглашение, на разделение Украины, которое, помните, обсуждалось в начале первые месяцы после активной фазы вторжения, сегодня она абсолютно отсутствует на повестке. И это важно понимать. Поэтому сами поправки, еще раз говорю, которые были придуманы для того, чтобы сформировать присутствие международных сил на оккупированной территории, сегодня уже не имеют, я думаю, актуальности и никем не рассматривается, что из положительного. Относительно наиболее обсуждаемого закона Республики Казахстан о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Протоколом предусматривается понятие «координирующее государство». Этот термин «координирующее государство» вы уже вот только что ранее в нашем эфире упоминали, имея в виду Россию. Можете рассказать подробнее, что означает это понятие и о какой координации может идти речь? Из той информации, что у меня есть, я полагаю, здесь речь идет о том, что различные контингенты попадают под координирующую роль России непосредственно. То есть они не управляются отдельно, а координируются одним государством вот в рамках ОДКБ, которое, по сути, ОДКБ, это, понятно, это организация неравноправных членов, это организация, где доминирует Россия. И здесь созданы правовые основания для того, чтобы она управляла теми или иными контингентами за пределами страны, если они будут размещаться в той или иной стране. Димаш, подытожим наш разговор, разделим это на два вопроса. Первый. Вот сейчас, в июне 2023 года, выгодно ли Республике Казахстан быть членом организации договора коллективной безопасности, это первое. И второе. Как вы думаете, куда сейчас дрейфуют власти Казахстана, в какую сторону больше? В сторону России или в сторону Китая или еще где-то посередине? Отвечая на ваш первый вопрос, смотрите, внутри страны есть очень большое движение, мнение, которое сегодня более набирает обороты о том, чтобы выходить из ОДКБ. ОДКБ было использовано для того, чтобы подавить внутренние протесты в Казахстане. И, естественно, мы не видим дальнейшей целесообразности с учетом изолированной роли России и военных преступлений и так далее. То есть это должно быть пересмотрено. Будет ли это пересмотрено действующим политическим руководством, президентом, Токаева, нет? И здесь, отвечая на второй вопрос, они заинтересованы в сохранении близких отношений с Россией. То есть Россия при всем том, что она делает, для них это не проблема, к сожалению. То есть они все еще связывают с Россией, поскольку это родственный авторитарный режим, режим, который помогает сохранять власть. Это важный элемент их стратегии выживания. Те же свои отношения они усиливают с Китаем. Казахстан чуть-чуть отличается от других центральных и азиатских стран, поскольку он может использовать свой фактор продажи углеводородных ресурсов, что он сейчас и делает. Поэтому пытается балансировать не только между Китаем и Россией, но и частично удовлетворять запросы западных стран. И вы видите, что последние 10-15 лет вопрос прав человека, прогресса демократических эрфон со стороны Европы и Соединенных Штатов абсолютно не поднимаются в Казахстане. То есть это такая вот стратегия выживания в составе Казахстана, которая используется на последние 30 лет, и она пока не претерпела серьезных изменений. Возможно, будут изменения, если все-таки контрнаступление будет удачным, а сама волна проигрыша или коллапса режима в России, она создаст прецедент или волну серьезных политических изменений в других постсоветских странах. И тогда, возможно, будем наблюдать совершенно другие процессы. Димаш, я понимаю, что прогнозировать дело не совсем благодарное, но правительство очень многих стран, союзников Украины, они прогнозируют разные варианты того, как закончится эта война. Но однозначно победа и Украины. Но как будут обстоять дела в России? Так вот, как вы думаете, когда пойдет режим Путина, какими будут действия Тукаева? Я думаю, Тукаев и его администрация до последнего будут выжидать. Если действительно будут какие-то еще серьезные действия со стороны России, которые вызовут осуждение и еще большую изоляцию, то и в этом отношении Казахстан будет выискивать пути для того, чтобы пытаться все-таки эти отношения удержать. Если действительно будет очевидно, что режим Путина пал, а какие-то серьезные трансформации начинаются в самой России, которые полностью меняют тот пазл взаимоотношений, который сформировался между Казахстаном и Россией, то, естественно, будут предприняты попытки выйти из этой ситуации в лучшем виде, поскольку сейчас Казахстан частично все-таки все еще поддерживает работоспособность российской экономики и помогает ЕСБ снизить вред от санкций. Димаш, спасибо вам большое. С политологом Димашем Альжановым говорили о борьбе Пекина и Москвы за казахстанский уран, о поправках к договору ДКБ, которые вызвали обсуждение в казахстанском обществе и о Такаеве после Путина.